не нужны технологии ради технологии это никому не нужно города в основном интересуются тем куда ходит энергия вода электричество газ кто их потребляет но на всей цепочке начиная от крупной закупки и заканчивая конкретными там например больницами детскими садиками городам интересно безопасность инфраструктуры ну что имеется ввиду безопасность что в лифтовую шахту не забрался никто и не украл дорогостоящий двигатель что по подвалам не ходят непонятные личности что работе труба не протекает электричество не искрит и у нас не будет пожара и конечно же всех интересует именно экономия ну а на чем мы можем экономить но если мы говорим об экономии денег мы хотим сокращать потребление а потребление можно сокращать только двумя способами посчитал сначала где мы потребляем и борясь с потерями мы посчитали все мы увидели где какой элемент у нас несовершенен мы например поменяли трансформаторы и мы задаем нашим потребителям вопросы а почему вы потребляете так много почему сейчас возможно нам нужно поменять тарифный план давайте мы будем делать что-то ночью когда электричество значительно дешевле и мы можем поменять в принципе подход к закупке электричества мы сейчас работаем в условиях нового рынка электроэнергии и города уже хотят работать в условиях тарифа на сегодняшний день большие организации наверное госсектора больше да это муниципалитеты министерства это может быть какой-нибудь аэропорт порт вокзал все что угодно они заинтересованы больше всего в осведомленности того что происходит да и в своевременной реакции на события которые происходят по факту это решение представляет собой единое информационное пространство для таких органов которые позволяют с одной стороны получать создавать инциденты в зависимости от того как они получаются да это может быть инцидент пришедший из колл-центра это может быть гражданин обратился это может случилась какая-то авария и об этом все знают дальше в карточку самого инцидента подвязывается вся информация которую можно получить эта информация может быть с камер наружного наблюдения сенсоров с датчиков и соцсетей граждане обратились тоже еще мобильная платформа каждый человек может и видео прислать и написать что-то дальше у каждого инцидента если вы посмотрите есть процедура реагирования называется то есть некий преднастроенный процесс отработки того или иного инцидента в зависимости от его категории для того чтобы оператор знал точно что делать на каждом этапе кого уведомляете какие службы должны среагировать что должны сделать так далее то есть собственно получается что для в карточку инцидента вытягивается вся информация с видео это может быть и дискарта да мы знаем процесс как него отрабатывать что нужно сделать а он дополняется различной информации которую только можно с интеграциями потянуть все оно отрабатывается закрывается тут же у нас есть отчетность это уже четвертый киевсмартситит форум его задача дать людям возможность ознайомиться с теми решениями которые проводятся технологическими решениями которые проводятся в современных местах что проводятся в витчизняных местах обмениваться думками обмениваться досвидом и чем быстрее проводятся смарт решения в своих местах в этом году я могу сказать мы вчера вечера закрыли реестрацию потому что у нас было уже 4000 зарестрировано учасников то есть эта арена не вмещает такую количество людей первое то есть больше на 40% чем у минулого года учасники другим мы запропоновали не только панельные дискуссии но и демонстрационные зоны на первом поверхности впервые мы сделали стенды мест где местах делятся опытом и впервые мы включили наших коллег из киберспорта которые показали что киберспорт я невидимную инфраструктуру и нашу миссию а а а Продолжение следует...